Доброго дня, друзья! Совсем скоро Новый Год! Время чудес, подарков и время пробовать что-то новое. Вот я и решил опробовать последние новинки этого года, как технические, так и игровые. А также посмотреть, способен ли мощный ноутбук заменить моё полноценное рабочее место или хотя бы стать ему хорошей альтернативой в дороге. На руках у меня HP Envy GeForce RTX 2060 на 6 ГБ видеопамяти, Intel Core i7 10-го поколения, 6-ю ядрами и 12-ти потоками, а также 16 ГБ оперативки и SSD на 1 ТБ. А это значит, что эта стильная малютка, способная обеспечить комфортный геймплей на максимальных настройках в Full HD в самых горячих новинках этого года, а при этом ещё и вести качественные трансляции. Всё потому, что видеокарты GeForce RTX оснащены специальным аппаратным кодировщиком, который позволяет одновременно играть и стримить в непревзойдённом качестве. К тому же GPU RTX оптимизирована для Open Broadcaster Software, проще говоря, под АБС. Первое впечатление и первое, что мне бросилось в глаза, это, конечно же, внешний вид ноутбука. Серебристый, отполированный, полностью металлический корпус. Красивый и достаточно тонкий, всего лишь 20 мм. Ну, совсем как ультрабук. При этом он весит всего лишь 2 кг с хвостиком. Тоже почти как ультрабук. Поэтому Энви легко вылезает в рюкзак, как и его зарядное устройство. Кстати, мне нравится, как здесь вставлен провод. Да и сам дизайн весьма приятный. Простенько и со вкусом. А заряжает он литио-ионную батарею на 6 ячеек. Прямо одобряю, что вход под зарядку сделан с краю. И это намного удобнее, чем когда он расположен где-нибудь посередине. На дне ноута две длинные, жёсткие полоски, чтобы он не скользил. Они вроде бы мягкие, но при этом жёсткие. Не сгинаются и не мнутся. Клёво. Перед тем, как его открыть, давайте пробежимся по разъёмам. Почти все они расположены с одной стороны и их не так много. Что на самом деле радует, корпус не выглядит дырявым. Слева у нас тут USB порт 3.1 первого поколения. Два Thunderbolt разъёма до 40 гигов в секунду, HDMI выход и слот для чтения SD и microSD карт. Так что вы можете одновременно заряжать, например, iPhone, перекидывать исходники и при этом подключить сторонний монитор. С правой стороны ноутбука расположен разъём для наушников, который также можно подключить и микрофон. Ну и как видите, USB-шка тут тоже есть. Окей, мне не терпится его открыть и... Его можно открыть одной рукой! Он не приподнимается и болезненно бьётся об стол. Он монолитно держится, давай открыть одну только крышку. Ох, жирнющий лайк за это. А ещё вы только посмотрите на этот экран. Рамка просто тончайшая, её практически нет. Обожаю, когда так делают. Так, а где вебка? Вот она. Её тоже почти не видно, в глаза не бросается, когда выключена. Но что мне понравилось, это наличие механической шторки. И работает она, кстати, с кнопки. Если вы когда-нибудь закрывали вебку бумажкой, всё, забудьте. Просто нажали кнопку и шторка закрыла вебку. Ух, так, сенсорный? Сенсорный, да ещё и с мультитачем. 10 одновременных касаний. Это жесть. Я не знаю таких жестов настолько касаний, но если оно есть, значит для чего-то оно нужно. Диагональ 5,6 дюймов отлично сочетается с 4К разрешением, а также есть поддержка HDR. При всём при этом у нас на руках частота 60 Гц, но можем убавить до 59 Гц. В любом случае для игры этой частоты вполне достаточно. Что меня интересует гораздо больше, так это тип матрицы и цветопередача. А матрица здесь не простая. Самый настоящий AMOLED на органических светодиодах. AMOLED ярче и контрастнее, чем IPS, и подарит вам куда больше удовольствия от игр и просмотра фильмов, чем IPS. Также Envy использует световое пространство DCI-P3, благодаря чему имеет более глубокие оттенки и более точную цветопередачу по сравнению сей RGB. Мне уже не терпится опробовать всё это в играх, но я не могу не уделить внимания этой клавиатуре. Если меня попросят описать её одним словом, то она просто кайфовая. Это полноразмерная портативная клавиатура островного типа. Ход клавиш очень маленький, всего полтора миллиметра. Печатать на ней текст реально кайф. Есть даже панелька с кнопками Page Up, Page Down, End и Home. Что оценят не только те, кто постоянно что-то печатает, но и просто лазает в интернете. У клавиатуры есть подсветочка, и светит она не только клавиши, но и сами буквы. Русские, как видите, тут тоже есть. Если подсветка вам мешает, её можно сделать послабее, а можно и отключить вовсе, просто нажав на кнопку. Также рядом есть кнопочки отключения веб-камеры, звука и микрофона. Очень клёво, что не с лампочкой, и всегда видно отключен у тебя звук в данный момент, или не работает ли веб-камера с микрофоном. Конфиденциальность, наше всё. Не обошлось тут и без сканера отпечатка пальцев. Должен отметить, что расположен он весьма удобно и никак не мешается. И ещё мне немного удивила кнопка принтскрина. Не ожидал её увидеть такой большой. Хотя я вообще не ожидаю увидеть подобные кнопки на ноутбуках. Но они тут есть. А также тут есть большущий тачпад с мультитачем. Я вообще не часто пользуюсь тачами, но здесь он такой просторный и тактильно приятный, что им реально хочется попользоваться. Такс, а что у нас по звуку? А по звуку у нас два классных динамика от фирмы Bang & Tollison, которые обеспечивают реально крутое, тёплое звучание. А теперь самое главное. То, что от ноута никто и никогда не ожидает. Максимальные настройки на Full HD или хотя бы просто рабочий RTX в играх. А может мне даже удастся поиграть в 4К на не самых низких настройках, а? Эх, трассировка лучей наделала много. Очень много шума и в принципе не без причин. Сейчас каждая уважающая себя игра старается поддерживать трассировку, а популярнейшие игровые движки вроде Юнис или Unreal Engine так же не отстают и уже поддерживают эту технологию. Трассировка лучей позволяет добиться фотореалистичной картинки в играх, делая освещение и различные отражения настоящими и естественными. Добавьте к этому технологию DLSS Deep Learning Super Sempling, новый вид сглаживания от NVIDIA с использованием нейросетей. Получается не только качество картинки, но и прирост производительности до двух раз, за счёт того, что приходится рендерить меньшее количество сэмплов, а значит и нагрузки меньше. Бонусом вы получаете отсутствие мерцания и следов гостинга, а также получаете более чистую картинку без артефактов. DLSS 2.0 поддерживает множество разрешений, имеет несколько уровней качества изображения и использует универсальную нейронную сеть, которая не требует обучения для каждой отдельной игры. Нейросеть обучается на общем для всех игр наборе данных из изображений в супер-высоком разрешении 16К. Всё это позволяет DLSS полностью устанавливать мельчайшие текстурные и субпиксельные детали, а также делать изображение более резким и контрастным, убирая эффект мыла. Кстати, при фиксированной частоте обновления экрана, но длук с активированным DLSS может увеличить время автономной работы на 20%. Мне уже хочется поскорее опробовать Cyberpunk 2077 со всем этим фаршем технологий, но не стоит забывать, что помимо него уже вышли Call of Duty Cold War и Watch Dogs Legend, которые также поддерживают эти технологии. Особенно неожиданно для меня было увидеть списки игр World of Warcraft Shadowlands. Но давайте сделаем вид, что я взял этот ноутбук для учёбы, ну или для работы. А если серьёзно, то настолько мощное железо способно не только переваривать тяжёлые игры, но и также спокойно позволит их разрабатывать. Этот ноутбук относится к семейству RTX Studio, значит у него оптимальная начинка для работы в творческих приложениях. Графика GeForce RTX пригодится всем, кто занимается созданием контента, программированием, компьютерным зрением или работой с нейросетями. Вы можете редактировать видео или работать с фотографиями в очень высоком разрешении. А самое вкусное то, что вы можете создавать фотореалистичные 3D-рендеры в несколько раз быстрее, чем на Magook Pro. Как тебе такое? Apple. Android 15 имеет в наличии CUDA, ядра для ретрейсинга и тензорные ядра. Это ускорит более 50 профессиональных приложений для создания визуального контента. RT-ядра повысят производительность рендеринга методом Path Tracing до 5 раз в самых популярных пакетах для визуализации, дизайна, запекания ассетов и в других приложениях с поддержкой RTX ускорения. В свою очередь, тензорные ядра позволят ускорить алгоритмы искусственного интеллекта, которые даже в Lightroom уже как-то не новость. А помимо их использования в программах для работы с визуальным контентом, они также актуальны в робототехнике и работе с нейросетями. Искусственный интеллект широко применяется для автоматизации рутинных и сложных процессов, отслеживания объектов и лиц в видеоредакторах, автоматического кадрирования, увеличения частоты кадров видео, увеличения разрешения и детализации фото или видео, удаление освещения из текстуры и в принципе много чего еще. DaVinci Resolve, Premiere Pro, Lightroom, Substance Designer и другие приложения уже используют эти возможности и получают значительное ускорение на видеокартах GeForce RTX с тензорными ядрами. Так что если вы счастливый обладатель таких ноутбуков, или хотя бы просто владеете видеокартой RTX и хотите ощутимый прирост производительности, переключайтесь на специальные драйвера NVIDIA Studio. Это драйверы, которые обеспечат вам максимальную надежность и стабильность работы в более чем двух сотен приложений для создания контента, включая наши любимые Adobe, Unity, Autodesk и множество других. Эх, далеко все-таки шагнули ноутбуки за эти годы. Если раньше я не воспринимал их всерьез, отдавая предпочтение санкционарным ПК, то HP Envy 15 заставил меня всерьез задуматься и пересмотреть свою позицию. Ведь этот ноутбук в разы мощнее моего рабочего ПК, и я могу взять его с собой куда угодно, не быть привязанным к месту и работать там без каких-либо ограничений со стороны железа, и вообще не переживать по поводу того, хватит ли мне производительности. Если вам понравился этот обзор, буду признателен за лайк и комментарий с вашим мнением про этого стилягу. Ну а с вами, как всегда в Лордолазке, пока!